Все время добавляйте ввинчивание, вкручивание, знаете, чем сравнить? Наверное, с крышкой на бутылке, так вот вкрутить. Вот так вам надо вкрутить вот этот мячик, вот сюда, приблизительно вот так. Смотрите, вам надо сначала, значит, вам надо совместить два движения. Первое движение – это вталкивание в мою сторону, да, то, что я говорю, фан-жин-дон делает, он уже куда-то нельзя. А дальше он вкручивается. Итак, вам надо совместить вот эти два движения в одно. Вам надо втолкнуть вот этот бешено несущийся к вам топ-стин, вам его надо втолкнуть вот сюда. А дальше его вот так чуть-чуть повернуть, как бы вкручивать. Вот это смысл такой вот этого вашего удара. И смотрите, как это легче всего делать. Легче всего вот эта вот крышка поворачивается. Если вы вот этим местом делаете, это не работает. То есть у нас получается вот это вот, как обычно, играют вот люди, которые плохо натренированы, и они просто вот так толкают мяч, и получается плоский. Как легче всего понять, что надо делать? Это одно. Либо кто-то из вас услышит, либо это, либо это. Итак, я, первая подсказка. Носик ракетки – это как вот ножичек, которым надо кольнуть. Итак, вот этот носик, в каждом нашем ударе на остальном теннисе он живет своей жизнью. При подаче, при топ-стыне, при подвеске, при перекрутке, при блоке. Итак, жизнь носика, покажем, смотрите. Жизнь носика на мяче всегда. Хум. Вот так. То есть вот именно носик разворачивается приблизительно на 90 градусов. То есть вам нужно раз и повернуть, но не на 120. А многие вообще не говорят, что его. Просто он вообще ноль бывает, да? Я, мы как бы поглаживаем по голове мяча. То есть вот одна из двух – это одно и то же, да. Это одно и то же, то есть это точно такая же подсказка. Просто кто-то слышит это, у каждого свои ассоциации. Так вот, у кого-то такая ассоциация в голове, у кого-то такая. Итак, вам нужно при этом топ-стынец, которую вы принимаете, просто повернуть либо носик, либо пальчиком попытаться, как бы вот этот мячик, который вы видите, как бы его оп, вот так вот, голодонуть чуть-чуть, но на 90 градусов, не больше. Потому что это уже будет выскакивание со строй. И строй, как Марина на машине поднимается, вот так же должен пальчик раз на 90 километров в час приподняться. Да, то есть вы должны, когда мяч прилетел по вам, раз, его вот так вот, именно, еще раз повторюсь, и это только, я рассказываю про жизнь носика, прекрасную дать. Смотрите, этот носик живет абсолютно при любом углу. Смотрите, топ-стиль справа, то же самое. Только у нас этого никто не делал. Почему я говорю про китайцев, что у них не идеальный дед? У них слева, в основном, женщины вот так всегда играют, вот так, тык-тык, тык-тык. Вот, и этот носик у них не работал туда. Почему мы всегда раньше могли как-то бороться с китайцами? Это в основном из-за того, что они слева почти никогда не умели играть. Так вот, вот это самая обычная женская техника в настольном теннисе, китайские сборы. Они все одинаковые, да? И вот у них была обработка вот такая, да? То есть, в общем-то, они вот так вот играют, да, вот так. А у нас мы играем, вот европейцы многие лучше, мы вот складываем вот это вот. То, что сейчас как раз к хоремоту начали добавлять, вот такое обработка, то есть. Да. Пробуйте. Не спешите, вам надо, смотрите, вы сейчас сыграли полонез агентства, впервые сел за музыкальное районное, пробуем сразу вот так вот это. А надо пока тихонечко привыкнуть, что ж мы и чем делаем, да? Да, приблизительно так, да. Вот, вот так, да, в принципе, вот. Вот, сейчас классно, да, совсем. Ну, вот смысл такой я вам, вот, вот только это, конечно, доработка. То есть, это за один раз вы это так не сделаете, но смысл я вам объясню. То есть, вам ничего, вот над мечом надо вот такую экзекуцию сделать, да? Помимо того, что еще предплечье идет, но носик у нас вот в составе, кстати, в составе этого большого рычага предплечья, носик, потом вращаясь с мечом, он еще свои шины доживает. Вот здесь уже вращаясь с мечом. Марина, не оставляйте ракеты. И в дело входит Александр Жигунов. Вопрос от Александра Жигунова. Именно вы говорили про коробку, с коробкой, да? Да, с коробкой, который вылетает. Нет, который не вылетает, с коробкой. Это вот как раз вот этот фанжендоновский коробный удар, он у нас называется... Что, что? Какой хват он наедет. А это не важно, какой хват, важно, что вы делаете с мячом. Итак, вы хотите атаковаться, правильно я понимаю, с этим мячом? Это очень сложно, сразу говорю, потому что это самый сложный удар в настольном теннисе. То есть, это практически топ спин с короткого мяча. Что было недоступно теннисистам, ну, 40 лет. То есть, вот этому удару, про который вы спрашиваете, буквально, ну, где-то 15 лет. Это называется часто, вы слышите такие моменты, как банана. Да-да-да, а без разницы. Если вы хотите атаковать, вы все равно хотите топ спин сделать. Ну, самое простое объяснение, что надо сделать. Смотрите, вам надо поставить лобка сюда и сделать вот такое движение. То есть, вокруг лобка, да? Смотрите, не загибайте кисть. Кисть это отдельная часть, да? Если вы загибаете кисть, то получается, что вы только кистью. Итак, что вам нужно сделать? Вам по большому счету... Это сложно. Я вот, когда... Но зато, когда вы поймете, это будет понятно. Итак, вот идет короткий прием с вашей подачи, да? То есть, он не вылетает. Поэтому, что мы делаем? Мы ищем рычаг, который будет надежно перемещать эту энергетику. Его очень сложно найти. Поэтому мы его раньше ставили. Что мы делали раньше? Мы раньше его толкали вот так. Ну, это была скидка простая, да? Мы раньше ставили... Ставили рычаг, основу рычага, и просто всталкивали обратную рычагу. Это была простая скидка. Сейчас до сих пор это все пользуется. То же самое справа сейчас. Вот сейчас справа скидка существует. Вот она прям вот бум! То есть, многие делают вот таким рычагом, но это вообще необработанный рычаг, да? Вот я поэтому и говорю, что король игры вот в этой зоне – это предплечье. Поэтому мы выставляем предплечье в четкую точку рычага и делаем это вот туда. Смотрите, это скидка, то есть это толчок. То, что мы... А чем сейчас вот этот вот топ-спин отвечает? Тем, что мы не плоское вращение, не вталкивание делаем, а раскручиваем. И как это получается? Если скидка, она всегда существовала, мы делали просто толчком, то вот этот удар, показалось, это уже мини-топ-спин. Чем он страшен? Это самый сложный удар на остальном зрении, я повторюсь. И чтобы им пользоваться, честно говоря, это очень тяжело. Почему? Почему? Смотрите, почему? Тихо, тихо, тихо. Почему? Потому что у нас большинство профессионалов начали, все разучивали, разучивали, разучивали. Это самый модный, как бы самый современный удар. Разучивали, разучивали, разучивали. И как приходит 9-9, он не работает у большинства этих людей. Знаете почему? Потому что нету четкой техники. То есть нету четкого рычага, вокруг которого идет это сложение. То есть все несут руки туда и начинают здесь вот ковыряться. Почему это не работает при 9-9? Потому что мы при 9-9 зажали. Когда вы комфортно на тренировке это делаете, вы можете попасть вот это прямо. Вот вы такие все расслаблены, здесь наклонились, здесь наклонились, и рычаг работает. Но когда 9-9, зачем мне он? Я его больше никогда не буду делать, он мне отказывает. А это из-за того, что идет зажатость и метод и пластика. Так вот, чтобы он работал, надо понимать, что он работает при четкости рычага. Когда этот рычаг смещается, ну, например, очень часто делают вот так вот. Про то, что вы говорите, вы не хотите медленно. Так вот, бананы, которые я больше не люблю, потому что это именно медленно, да, берут это основание этого рычага, куда-нибудь заламывают, стоят в кривой позиции, да, не на трассе, и начинают вот так вот. Вот это вот и есть бананы, что я вам показал, да, вот она медленно, она попадает, чуть-чуть вращается, но на современном профессиональном уровне она уже больше не работает, она медленно и его убивает. А вот на вашем уровне, любом, когда они каждый день, вы приходите, вот эта банана работает до сих пор. Поэтому, если вы хотите на вылет играть, то вам надо четко поставить рычаг и вокруг него ускорить предплечье, если чем-то на вылет, на часть. Ну, давайте попробуем, давайте. Итак, а для того, чтобы это заработало, покажите пока без рычаг, что вы хотите сделать. Вот, допустим, вот здесь вот, да, 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 смотрите, вот-вот мяч. Смотрите, вот вам надо, по смыслу, вам надо поставить вот сюда, угол на тебя, и вот так, да, и вот этим завернуть вот сюда, в эту кухню. То есть лучше всего это делать двумя руками вот так, да. То есть вам надо сложить вот так вот, вот это скручивание, смотрите, вот это скручивание вот здесь, оно дает вот это вот боковое движение, которое, что-то вроде банана, но какая-то быстрая, то есть банана. Ну, давайте попробуем, я сейчас вам дам короткую подачу, такую, а вы просто попробуйте, потом не убивайте сразу, просто тихонечко изобразите сначала. То есть вам надо, да, смотрите, вам надо локоть у вас здесь был, сейчас при ударе, а как я говорю, как-будто локоть приходит низко к мячу, то есть вот сюда, ни вот сюда, вот сюда, и тогда, да, вы как будто кидаете летающую тарелку, вот это ближе всего, что я сейчас изображаю, то есть вы как будто летающую тарелку пускайте вот здесь, вот. вот этот удар действительно очень близко к тому что вы сейчас у него есть этот удар поэтому-то в том числе он и вот так виртуозно владеет потому что это как раз и есть очень близко к металле то есть локоть места и обработка вот нужно именно понять что вылетающую тарелку вот сюда вот вот так вот тогда это будет ближе всего пальцы вот так мешает очень да очень важно как мы держим ракетку на самом деле это наверное самая базовая вещь в принципе все вот так потом дальше это просто ущербно для ваших ударов просто какие-то мышцы начинают быть антагонистами вот здесь при такой хватит у вас вот эти мышцы зажаты и они не дают пластике этого удара вот здесь вот где будет мяч вот здесь запустить летающую вот здесь вот сложиться вокруг нее и запустить летающую тарелку именно скомподованно держа плоскость запуска летающего плоскости стола не вверх и вниз конечно конечно а вы же делаете быстрый топ спин я вообще считаю что мы еще вот так доделаем тогда то что я про хоремота говорю да еще кисти еще кисти подстраховать помните я говорю вот летающий рак вот вы сейчас показывали у вас вот туда носик улетает летающий раку вверх а я говорю что надо вниз еще допустим да 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 чтобы мячик сюда обрезался нам же вы чуть-чуть внизу то есть вот смотрите так мы обычно делаем да а как я предлагаю да то есть нам надо еще вот так закончить носик уже все смотрите за счет того что вы сталкиваете меня вперед он уже практически вот чем нравится мне фан джун дон он уже перенес а дальше он и так александр сказал что после мастерка класса обыграет червкова вот что он сказал и он уже идет к своей цели ну вот вот она вот смотрите вот 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 прям знаете он прям очень как сказать как это слово я все равно не знаю но он очень гармоничный вот вот очень гармоничный так ну что еще как каких есть вопросов максим максим скажите пожалуйста пару слов о том как победить нервы теннисистом ведь многие играют не просто как будут нацелены на результат они начинают психовать беситься из этого играют еще хуже сильнее еще бесятся и так далее хороший вопрос да тоже попытаюсь сформулировать смотрите наверное из главной подсказки что можно подсказать в этой ситуации просто по-другому вы тренируетесь каждый день и вы свои лучшие удары делаете в том тренировочном состоянии в таком состоянии комфорта уравновешенности спокойно уравновешенности внутренней вы делаете достигаете лучших успехов когда вы взвинчены у вас совершенно не бесконтрольные какие-то удары так вот когда вы нервничаете это и есть внутреннее неспокойство которое не позволяет вам делать лучшее что вы делаете то есть играя и постоянно заводя себя вы просто не лучший игрок который может именно выбить куда вот иванов нервничая и иванов не нервничая это два разных игрока иванов нервничает он взвинченный у которого не что-то не получается он не делает свои лучшие удары и иванов не нервничает он тот который может сделать самый лучший удар поэтому просто нервничая вы внутренне себя выводите из положения равновесия в котором вы делаете свой лучший удар это первое и второе не забывайте пожалуйста хотя нам кажется это фигня на самом деле далеко не фигня вы своими нервами просто мотивируете игрока напротив который видит раз уж вы нервничаете значит я делаю правильно и значит я буду дальше делать и значит он получает от ваших нервов он получает сам того даже может не понимая уверенность от того что он делал то есть вы ему своими нервами ему внушаете больше уверенности он даже больше лучше играть чем если бы вы были спокойны поэтому часто когда человек проигрывая безнадежно и оставаясь спокойным это часто доводит ведущего наоборот и начинает сам об этом так вот это 22 простейшие две простейших подсказки которые я вам говорю но они я думаю что многим помогут просто вы сами начинаете хуже играть от своих нервов потому что вы не находитесь в положении в котором вы можете разумно сделать хороший удар и второе вы мотивируете соперника улучшаете его положение вот эти две это мне кажется сразу помогаю спасибо какие еще вопросы могу напомнить еще что наверняка все знают что вот напротив меня Марина Марина стоит вот так вот Татьяна принимающая слева для меня это один спортер Татьяна принимающая ту же самую подачу справа это другой спортер поэтому когда я подам вот эту подачу и она будет более-менее похожа и вот эту подачу то же самое знаете она будет по-разному принимать не забывайте что мы то любим свою подачу и мы даже не думаем мы ее подаем часто в одну и ту же точку а человек просто один он ее принимает а второй по другому ну давайте я подам вот две подачи подам да опа да опа да опа да вот это да погодно два спасибо 25 подачи так Максим покажите мяч на ладони подкиньте не торопитесь так ребята давайте давайте не мешать вот это хорошее вообще было вот это циничная подача была так как мы можем не поменять а подойдем еще раз да подойдем еще раз да смиренит он он смиренит ой 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 а то точно не отпустили я не отпустили не опа да 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 подай еще что он не знает куда япит Просто принять, а что дальше после подачи, вы еще ничего не видите. Это был другой мастер-класс. Вот такой вы, конечно, просто возвращаете, да, для меня легкая добыча будет по-настоящему. Ну еще хочется попробовать, я попробую. О, пошло, 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 пошло. А потом мальчики пойдут. Я, смотри, подальше время, ну да, хотя бы вам. Ты была близка. Вы принимайте позже мяч, пусть немножко пролетит и принимайте. Вы со стола начинаете, и он летает. Позже, не торопитесь. Ну, он быстро сейчас куда-то наступит. Не, не про то, просто что... А у вас снова есть? Это три месяца. Раньше-то младкая была. Маш, дай мне огонь, пока что-то не хватает. Ну, вот это есть. Нет, я свои хочу. А, свои? Я тоже хочу принять. Так нет, по праву, он опять съелся. А ты дай мне слава. В конце. На усиливайся. Да. Почему ты еще елся? Какой это вообще? В конце попрыгивает в конце. Да ее надо сразу не ждать, когда она расстроится. Слава, ты чуть-чуть поживее. Мелкого пустите. Молодого. 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 Молодой, следующий. Давай, давай, давай. Следующий будет. Так, Синь, только с продолжением. Если возьмут, продолжаем. Продолжение в это, приходя себе завтра. Ура! Я не смогу продолжать. Тысячи евро все ближе. Хорош. Один-один. И еще как? А тут на себя сейчас говоришь? Ах! Ах! Если так, что не сложнее, я вам покажу, что я вам. Хорош! Еще спасибо. Понял. Маш, хорошая ракетка. Молодец. Хорошо. Вот это хорошая. Она прямо вот так пошла. Готовится. Готовится с севера. У него тут чуть-чуть перейдет. Это вообще классно, Маша. Вот, правый багал. И все. У него времени нет. Ах, два-дет. О-о-о. Да. Вот, вы у нас, верстали. Это не успевает. Что-то вы не пишете. Вот. Вот, вы, вы дайте обратное. Чернократкие, четкие, теоретические, все еще. Это я рассказываю тебе. Ну, вообще, посмотри. Ну, неважно, на землобитах, посмотри, посмотри. Я все теорией занимался, а тут начали. Гаси! Что-то интересно. Ну, не, не, у меня вся похожа, понимаешь? У меня вся похожа. Как у тебя есть, у меня похожа. Как вот здесь у тебя, у меня похожа. О-о-о. Да-да, ты призывай. Я не шумил. Я не шумил. Шуток, мне уголовок. У меня. О-о-о-о-о. Хорошо. Контрафик, посмотри. О-о-о-о. сетка переподача я я чуть-чуть спасибо еще кива Вася, давай Василий, а чего ты давай, давай, там придем Василий, я что-то расскажу Сенью Даниил, в смысле? На прием Вася, на прием Вася, продолжение Мы с ним уже договорились Ну все, тогда давайте Спасибо Спасибо вам Для терпения Такое быстрое, не каждый сможет Интересно Пару раз можно? Так, друзья Значит, что я могу сказать Видео семинара Максима Шмарева Будет позже В группе В группе Ковчега ВКонтакте И тут на форуме Точнее не на форуме А на этом канале На ютубе ТТПЛЕЙСПВ Будет Какие-то части семинара Максима Шмарева Выкладывается Но позже Сейчас времени Мы не успеваем Все сделать Ждите Ссылочки Обязательно появятся На форуме В группе ВКонтакте Ссылочки будут И Будем смотреть Семинар Уже в записи Было интересно Было Максим очень хорошо Рассказывал Очень все Как на едином дыхании Прошло буквально Практически полтора часа Мы слушали И Все получили Большое удовольствие Много интереса Много полезных вещей Максим нам рассказал Вот Ну что же Всем спасибо До новых встреч В эфире И за теннисным столом Субтитры